Исполните, пожалуйста, Пётр Третий, шорох волн набегающих свыше. Блестяще комментирует. И, в частности, вот история неудачливого галстинского принца Карла Ульеха, задушного пьяным Алексеем Орловым, который после своей смерти стал хрозным знаменем русского бунта, бессмысленного и бескочного. Шорох волн набегающих свыше, Недалёкое пенье травы, На дворцовую полструй крыжи, Золочёные зеленья гербы, Пол паркерни в покой не скрипнет, Бой часов раздаётся не в рук, Император играет на скрипке Государством уходит без рук. Держит струй в отраде пехота, Государевы верная рать, Надо срочно приказывать что-то, Что-то можно ещё предпринять. Спят в труду золочёные рыбки, Режут в кухне петрушку и лук, Император играет на скрипке, Государство уходит из рук. Приближённая в страшной тревоге, Приближается пьеса к концу, Приближаясь в попытной дороге, Гавалерия скачет в дворцу, Голос скрипки тревожные зыбки, Посторонний вплетается злок, Император играет на скрипке, Государство уходит из рук. В лесском саде литва меня палый, Ненавистный в пуге беремош, Он вернётся огнём и металлом, На себя самого не похож, А пока одинокий зыбкий, Совершается жизненный круг, Император играет на скрипке, Государство уходит из рук. Император играет на скрипке, Государство уходит из рук. Спасибо.